Правда, Юрий Михайлович был в своё время министром инвестиций, но к культуре человек очень близкий. Юрий Михайлович, вам как кажется, культурные связи, культурные отношения Грузии, России, в каком они состоянии? Юрий Михайлович, скажи, кто твой друг, я скажу, кто твой друг, она твоя Собчака, и я думаю, Грузии нам больше, чем нахуй. Да, но нет. Они близкие к Грузии. Юрий Михайлович, я думаю, кто твой и Собчака. Здравствуйте, меня зовут Ахчилат Эли, я представляю молодёжную группу Грузии в Качанове, Санкт-Петербурге. У меня вот такой резонный вопрос. Что бы Вы посоветовали, чтобы нашу молодёжь в Качанове, в Качанове, заинтересовать и направить культурное русло её, чтобы её интересовал именно культурный аспект? И какие Вы, может быть, написанные слова дадите для молодёжи в Качанове? Ну, это вот очень трудно. Вот я представляю свою книгу сегодня. Чакому подпишу. Молодёжник почти нет. Молодёжник как раз есть. Я уделилась. Да, не принадлежа. Вы же в зале. Если вы кому-то что-то расскажите. Перенадите всю информацию. Информацию найти легко, в принципе, по интернету, почему-то. Но это, конечно, не НТО. Надо как-то... Ну, я ещё смешиваюсь просто. Но я всё-таки думаю, что если будут живые связи, вот если Вы приездите, и Ваши ровесники будут часто сюда ездить, наверное, всё это будет само по себе развиваться. Потом уже не надо никаких организованных каких-то встреч. Да, люди какали сами свои впечатления, потом уже осмыслят, и легко тогда культурные связи налаживать. Я... Это главная история. Я говорю уже, ну, вот, я уже не помню, Вы были сзади. Повторю я сейчас. Сейчас очень хорошее время восстанавливать наши культурные связи, потому что государство не участвует в этом процессе. Это очень хорошо, потому что они потом ведут своих фаворитов. А вот талантливые люди иногда оставиваются в тени, которые их не поддерживают. А вот если посмотрим с этой стороны, сегодня для этого прекрасная ситуация. Пусть не мешает. Да, визы получает. А визы получает сейчас. Визы получает. Визы получает. Визы получает. Визы получает. Визы получает. Визы получает. Да. Будет прекрасно. Слизу получает. Я как ведущий. Здравствуйте. Всё-таки пару слов ещё скажу. Ну, я думаю, что вот как бы та часть, которая посвящала журналистам, мы можем подвести черту. Ну, достаточно много любителей, собственно, поэзии собралось. И люди хотят, наверное, перейти к основной части. Мы-то на самом деле ждём. И задумка была такая, что Дато будет читать свои стихи, отрывки из этой поэмы Джакомо Понти на грузинском, а на русском нам будет помогать Микицко Сергей Григорьевич. Вы, наверное, все его знаете. Замечательный актёр театра и кино. Заслуженный народный артист. Вот. И будем считать, что мы плавно сейчас перейдём вот ко второй части. И мне лично самому хотелось бы, я чувствую, не все прочитали Джакомо Понти, а я вот очень добросовестно прочитал. И мне очень нравится самому поэзия на том оградзе. И вот как бы открывая, собственно говоря, вот этот вечер, я думаю, для меня это и большая честь, вот, и большое удовольствие открыть этот вечер и представить вам Дато Маградзе именно не как бывшего министра культуры и в каком-то смысле политического одетеля. Раз он уже упомянул, что он в оппозиции долгое время находился к властям, правительству, к официальной политике. Но представьте его вам как поэта. Что касается, собственно, поэзии и конкретно этой поэмы Джакомо Понти, то мне кажется, что это очень современная поэма. Во многом она, конечно, автобиографичная, поскольку я кое-что от вас знаю. А поэт в этой поэме, или лучше сказать, его главный герой Джакомо Понти ведет диалог по многим направлениям, по многим вопросам со своим народом, со своим правительством, с новым поколением. Вот, собственно говоря, отвечая на ваши вопросы, с новым поколением, за которым будущее. И он вообще готов охотно вступать в разговор с каждым, кто готов его выслушать. По-моему, это так, да? Джакомо Понти готов говорить на все злободневные вопросы вот со своим читателем и со всем, кто готов его выслушать. Джакомо Понти делится своей болью, надеждами, чувствами. Поэма – это крик отчаивающейся, но не отчаявшейся души. Мне показалось, что этот герой воплощает добро и справедливость с кулаками крепкими такими, который не готов давать себя в обиду. И он не готов отдать себя в плен модным общественным предрассудкам. Поскольку он главный герой. Как бы в этой поэме «На скаме подсудимых», то он сам, не просто подсудимый, но он, и пользуясь этой прекрасной возможностью, выступает в качестве обвинителя. Поэтому это суд и судебный приговор своему временем породившему монстра стяжательства в привлекательной обертке золотого тельца, который хочет победить человеческий дух. Я это так почувствовал. Если, в принципе, вот, как вы сказали, мне понравилось то, что вы еще не прочитав эту книгу, почувствовали, что от этой книги… Заряд очень положительный. Да, очень положительный заряд. Это точно. Вот. То для меня это вот… Я бы хотел так вот фигурально выразиться, что в руках вы держите маленькую такую жемчужину, которая может, если вы захотите, конечно, согреть вашу ладонь, дать надежду вашему сердцу, укрепить ваш дух. Это то, что вот еще раз вот нужно делать молодежи. Не лениться, взять эту книжку, вместе, собравшись, я так понимаю, вы представляете вот эту в интернете группу молодых грузин, которые общаются, и, может быть, иногда довольно сложно найти какую-то тему для общения. Возьмите и все вместе прочитайте стих за стихом эту поэму, и это вам даст колоссально много. В хорошем смысле вот поэма Жакома Потти для меня – это жизнеутверждающий ремейк национального гимна Грузии, автором текста, которого вы являетесь. И я вот всех, кто пришел, с удовольствием хотел бы поздравить вас с этой замечательной книги, которую сам вам сегодня представит вот на том ограде. Поэтому пока в пробках наш замечательный народный артист пробирается, я думаю, тут есть много людей, которые понимают грузинский, да то вот сам возьмет праздник правления в свои руки и, собственно говоря, перейдем вот как бы и к обсуждению самой книги, и к чтению. Поэтому да то вам слово. Давайте тогда, пока актер ведет. Да, пока ведет. Я прочту. Стихи. И на русском, и на родном. Это, по-моему, выход из положения. Конечно. Но эти стихи не входят в этот корень. А то есть, можно там заводить. А кто где перевел? Заказ. Вот это стихотворение перевел мой друг, киновник режиссер, грузинский киновежиссер, Гога Хайн-Драва. Я даже не знал, что он так глубоко разбирается в поэзии, увлекается, но он был в командировке. И из Риги он мне позвонил, мне сказал, что я, говорит, очень соскучился по вас, и вот я бы перевел твое стихотворение. Хаджи Мурат называет, наверное, для всех известный литературный герой. Я сперва практику на грузинском, потом на русском. Хаджи Мурат. Хаджи Мурат. Хаджи Мурат. Хаджи Мурат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И своеобразный не только в своей содержательной части, но и в части композиционной, которая чрезвычайно необычна и смешивает, в которой сливаются линии и современные, и древнегреческие, и библейские, и возрожденческие. И из всего этого образуется такой своеобразный коктейль, о чем в поэме, впрочем, и сказано. Я прочел бы какой-нибудь фрагмент? Да, может быть. Может быть. А вот у тебя есть в рифмо переведено, а в грузинском стихе есть рифмо? Да. То есть ты перевел русскую рифмо, грузинскую? Что касается эквиритмичности, то ее тут, видимо, нет, если я случайно не угадал, потому что я не знал, как это звучит по грузинскому. А что касается рифмо, это за рифмом. И все угадает. Все угадает? Я прочту, тогда, если я... Нет, найду, наверное. Я хочу прочесть письмо Прометели. Оно такого... Сейчас я вам что-то... А, тут есть содержание, да? Нет, тут содержание. Вот, письмо к Прометею. Я-то думал, что есть. Ужасно хочется курить, а там... Письмо к Прометею. Воды, воды. Эй, Прометей, не дашь ли огонька, пока еще не села зажигалка? Конечно, дашь. Я знаю, что не жалко. Покурим да потребуемся слегка. Мне в детстве точно так же, как тебе, со спичками играть не разрешали. А я их крал. Потом смолил в подвале с друзьями по кварталу и судьбе. Из них давая прикурить любому. Сейчас же гроздь меня ругали дома играть с огнем. Ты знал такое сам? Я повзрослел. И все ж по временам, дрожа от холода людского, Мне поиграть с огнем хотелось снова. И вот итог. Пришел черед цепям. И если я, прикованный к скале, Их равнодушие и непонимание, Хоть искру запалить смогу, Внимание, несется крик, Пожарные, скорее, с бронспойтами, с баграми, топорами, Боятся, что подняться может пламя, И осветить их темные дела, И вспыхнуть в сердце женщины, И мужа она погинет, Покинет, чтоб согреться в стужу У яркого костра горячих слов, Уйдя от старых счетов и счетов За электричество и отопление. Увы, в азарте пожаротушения Одни однажды могут погасить Меня до тла, до пепла и до краха, И до залы, но я не знаю страха, Коль быть такому, так тому и быть. Эй, Прометей, признай, Такой конец, ничуть и нола, Не страшнее итога. Мой брат родной, предшественник, Отец, дай прикурить, Поговорим немного. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно прочитать тоже стихи? Конечно, можно. Я очень люблю поэзию И вообще считаю, Что незнание языка Не является препятствием К тому, чтобы понимать друг друга, Тем более, если поэзия, Она главна, молечна. Я открыл ваш сборник И оказался перед главой четвертой, Которая называется «Из зала суда». И 40 лет, 40 лет я по этим залам суда. Позвольте, позвольте я прочитаю. Пора, позволь. Пора давать признание, Не вы ли коварным, дерзким взглядом Совратили супругу мэра города Варьер? Нет, сэр. Вы даже здесь, в судебном зале, Скрывать свои грехи не перестали. Вы смотрите с ухмылкой наглеца На вами изъявленные, изъявленные сердца. Признайтесь, обманули изувер? Нет, сэр. Вы обещали, протокол открою, Лишь краткую прогулку под луною, Невинный поцелуй, Под сенью пышно цветущих звезд. Которых, мол, не счесть. Что вышло, что? А вышло то, что вышло. И вы виной. Неправда, ваша честь. Тот поцелуй ждал своего Родена. Свидетелей? Свидетелей полно. Закатный луч, волна, морская пена, Сырой песок и небосвод с луной. Они покажут искренне и точно. Да запрос повторный будет ни к чему. Хоть соберите всех на ставке очной, Хоть опросите их по одному. Им незачем хитрить или таиться? Им запираться вовсе не с руки, Как жеребенок. Слез за кобылицей мы мчались С ночью на перегонки. Зовите же свидетелей. Я жду. Пусть белые исчезнут в деле пятна. А если речь их будет непонятна, Я ваша честь для вас переведу. И то, как набегая на песок, Изык волны облизывает тело. И то, как появившись должный срок, Луна, увидев нас, порозовела. Я обманул. Не слышал испокон подобной чуши, Прочь ее отрину. Я дал ей то, что никакой закон Не может дать вторую половину. Ну что здесь скажешь? Для чего знание поэзии Это величайшая вещь. Вот я впервые взял, я открыл, Я попал туда, куда надо. Я попал в точку, и я счастлив, Что я присутствую при этой презентации. Вы компенсировали осуществление Мегиско. Вы компенсировали осуществление Мегиско. Слава Богу. Мы ему еще сейчас подожди, Казал Слипьев. Российская Федерация народной артизмы. Россия Мегиско, Сергей, Он подошел. Я вам его уведу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова